Тоже не страшно. А по мне не попасть, а по мне не попасть, не попасть. Всем привет, с вами Тед, и я задался вопросом, а можно ли пройти киберпанк голыми руками? Те из вас, кто уже знаком с этой игрой, скажут сразу же, конечно, да, Тед. Просто одеваешь себе руки гориллы, и ты можешь своими руками избить хоть автобус. Но я выкидываю в помойку все эти идеи, не собираюсь модифицировать свое идеальное тело, и то, что дано нам природой, наши руки. Поэтому мы будем проходить киберпанк, только используя голые руки. По-моему, это замечательная идея, не так ли? И отличный челлендж. Сразу по секрету вам скажу, у нас получится пройти киберпанк одними руками. А как, я вам сейчас расскажу. Но самое главное, мы не будем использовать никаких читов, лишь идеально сбалансированную игру. Конечно, мы могли бы выбрать самую легкую сложность, но учитывая, что у нас в руках самое лучшее оружие, а именно наша сила, наши руки, мы выбираем наивысший уровень сложности. Вряд ли бы корпорат или кочевник стали бы ходить и бить всем морды налево и направо, поэтому мы, конечно же, начинаем игру за дитя улит. Для начала нам нужно создать такого персонажа, которого бы боялись все в этой игре, самого страшного, которого можно создать. Что-то типа этого. Ну, гроза района готов, теперь надо придумать ему имя. Я думаю, пойдет дворовая кликуха типа баклажан. Амбиции баклажана такие же большие, как размер, ну вы поняли. В общем, баклажан готов идти завоевывать Найт-Сити. Ну что, погнали, ребята. Игра, как всегда, начинается без единого бага с разговором с телепатом. И нас сразу закидывает на прохождение пролога, где как бы игра намекает, используйте оружие. Но мы не собираемся ни в кого стрелять. Вы же помните, какое у нас самое лучшее оружие. Кстати, я весьма угорел, когда увидел классификацию оружия. Гулаки — это штурмовая винтовка. Штурмовая винтовка, которая наносит 21-26 физического урона. Хотя, если сделать сильную атаку, конечно, будет еще где-то урона 50. Конечно, понимая, что с этой штурмовой винтовкой особо ничего не светит, пролог мы начинаем проходить в стелсе, заполняя бездонные ящики нашими врагами. Тихо-тихо, братишка. Тихо-тихо. Оп, вот так. Вообще, наша штурмовая винтовка больше похожа на... Руки. И тут внезапно на нас нападают враги. Но я не могу стрелять. Стрелять — это плохо, ребят. Давайте не будем. Ну, кыш, кыш. Давайте, давайте, давайте. Уходите. Уезжайте, уезжайте куда-нибудь. Пожалуйста, ну давайте не будем. О, спасибо, спасибо большое. Хорошо, что они купили права. Как выяснилось, стрелять в этой игре совсем не обязательно. Значит, баклажану ничего не угрожает. И план все еще в силе. В общем, пролог проходится где-то часа три. Вам, конечно же, не придется за всем этим наблюдать. Сейчас мы все это дело промотаем. Кстати, к концу пролога мой персонаж начал более активно пользоваться своей штурмовой винтовкой. Он просто понял, что стрелять я не буду. И вот так вот угрожал каждому сопернику. Ну что, мы прошли пролог и готовы покорять Найт-Сити. Я знаю, что в конце игры будет очень сложно и много сложных миссий по ходу. Поэтому для начала нужно прокачаться. И начинает тренировать свои навыки баклажан на самых маленьких представителях этого города. В общем, вот так вот баклажан носится за детками и пытается развить свои атлетические навыки. Навык баклажана рос, и он переходил все к более сложным соперникам. Поэтому продолжаем прокачиваться и прокачивать свою силу. А также стоит проходить квесты. Кстати, начинать стоит с Джапонтауна. И стоит пройти там один простой легкий квест, за который вы получите бесплатно начальный капитал. Поэтому давай сюда быстро тачку, я поехал. Вот этот квест. Забрали денежку и продолжаем выполнять квесты. Самое главное набивать репутацию и тусоваться вот в этом районе. И наконец в один из прекрасных дней в Найт-Сити мне звонит Озап Боза. А точнее пишет и говорит, по званию есть дельца. Мы звоним чуваку с аватаркой гранаты на звонке. Миссия была бы достаточно простой, если бы не пара но. Нужно доехать до нужного места и посигналить. Как это сделать я не знал, пришлось лезть в настройки. И вот идет он, наш клоун Озап Боза. Клоун, потому что посмотрите-ка у него клоунский нос в виде красной гранаты. Просто очень миленько. Озап, короче, попросил повезти его в ресторанчик. Жалко, что мы водим так же, как и ребята из первой миссии. Поэтому не обошлось без пары гражданских жертв. И за нами выехали копы. Поэтому Озап пошел по делам, а мы сидим в машине, и нас обстреливают копы. Внезапно у нас получается выйти из машины, и я решаю, что нужно бежать, чтобы выжить. Потому что и так я устал умирать, на одних кулаках играя. Оказывается, клоуна надо было подождать, и я проиграл эту миссию. А теперь кто был самый внимательный? Кстати, киньте лайк и комментик под видосом, чтобы мне, как ютуберу, не приходилось собирать вот так вот бутылки по помойкам. Ладно, показываю еще раз. Мы сидим в машине, по нам палят копы, а жизни у нас не тратится. Посмотрите внимательно. Мы обрели суперсилу, мы стали бессмертными. И все это всего за потерю 400 баксов, которые бы дал нам клоун. Я сразу же побежал тестировать свои новые суперспособности. Смотрите, вот офицер. А вот он получает по мордасам и еще. И еще, и еще, и еще. А жизни у нас все еще не тратится. И он получает. И еще, и еще. Потому что, ну вы сами понимаете, какой урон у нас с руки на этой сложности. Такой себе. Ну, знаете, он как бы мертв, а я нет. Железный дрон. Тоже не страшно. Принкающийся ниндзя-полицейский. Тоже не страшно. Всего несколько сотен ударов, и он готов. А мы нет. Кстати, ничего не напоминает. Потом мне стало с ними скучно, я решил убежать. И открыл новую суперспособность. И машина нас сбить не может. И тут я понимаю. Ну все, теперь мы пройдем игру. Сажусь в машину. Угораю над ментами. Ха-ха, не убьете. Чего? Оказывается, когда вы сгораете в машине, то кто-то более крутой, чем баклажан, нажимает на кнопку, и вы автоматически погибаете. Поэтому я расстроился и понял, что придется еще качаться и качаться. Поэтому я подкрался к очередным бандитам. Тихо. Тут точно кто-то шастает. Бой! А то на выезде! Я понял, что все способности у нас остались. Так что как потерять эту суперсилу, я, к сожалению, не знаю. А по мне не попасть. А по мне не попасть. Не попасть по мне. Кстати, они не погибают, а просто нокаутируются, поэтому мы весьма мирные. Прежде чем заканчивать игру, я решил еще немножко протестировать свои способности. Конечно же, в уличных драках. Кто же наш соперник? О, это Цезарь. Здорово. Цезарь поставил на кон свою тачку. Это будет отличный трофей для нового героя, супер-баклажана. Бедный Цезарь не подозревает, с кем он связался. Он начал бой с яростных атак. А я с приветствия своих фанатов. В этой игре урон скалируется, поэтому битва была долгая и упорная. Цезарь где-то уровня 40-го, мы же 20-го, поэтому мы ему не наносим практически никакого урона. Спустя 40 минут я его спустил только на третьего жизни. И все это только ради машины. Бой проходил, кстати, примерно в таком темпе. Цезарь проиграл, мы решили оставить ему деньги и забрать его тачку. Отличный трофей для супергероя. Ну, с такой тачкой я точно решил поехать покорять весь город. Для начала с этой способностью я решил стать чемпионом боев. Навалял лысым темному терминатору. После него я направился в клуб к самым крутым бойцам на Тити. И думал, что вот эта битва будет легендарна. Но мой соперник был здесь. Пряженная битва в течение нескольких часов. 10 чашек кофе. И наш соперник закончил классическим киберпанком в текстуре. И меня вызвали на финальный бой, где тренер предложил поддаться сопернику, чтобы заработать на этом денежке. Он же не знает про мою суперсилу, поэтому я не согласился. Это была ошибка. У этого мужика вообще немеренное количество жизней, и кажется, ему не наносится никакого урона. Пришлось оставить автокликер и пойти спать. К утру этот парень вообще, следуя всем канонам баланса киберпанка, забалансировал сам себя в текстуру. И все-таки мы его добиваем. Изначально мой план был самоуничтожиться в концовке, чтобы не проходить последнюю миссию, потому что она очень сложная. Но тут, собственно, понятно, да? У нас есть какие-то маленькие такие сверхспособности, и почему бы не попробовать ее пройти? И тут, как в Матрице, нам игра представляет выбор. Хотим мы заканчивать сами, или чтобы Джонни нам помогал и сопутствовал при всем захвешении последней миссии. Ну, в общем, сидим мы с Джонни, решаем, как мы сейчас будем заканчивать. Возьмем ли мы Арасаки с собой, либо пойдем вдвоем, либо в одиночку. И тут Джонни заявляет. Ты, я и Арасака Тауэр. Звучит, конечно, как припевы в песнях Керри. Но я тебе обещаю, все будет... Ха, ты только что озвучила, как становятся легенды. И мы сразу, без лишних ожиданий, оказываемся у главного входа Арасака Тауэр. Ребята, сразу рассказываю. Это секретная концовка, которая доступна только если у вас хорошие отношения с Джонни Сильвером. И вы ее можете пройти только если вы хороший, очень сильный персонаж. Потому что в этой концовке самые мощные соперники во всей игре. И все они 50-го плюс уровня. Либо вам надо быть таким же прогеймером, как я. И после получасовой зарубы в коридоре два огромных робота в фойе. Первого робота, в общем, гасил я где-то, ну, наверное, часика-два. Потому что это дело, конечно же, тоже автокликер. Но даже автокликер психанул и взял в руки Катану, чтобы дорубить этого первого робота. Собственно, он продолжил вмесить воздух. А я уже пришел и понял, что если самому проходить это кулаками, то игру закончат ваши внуки. Ставьте лайк и пишите в коммент баклажан. Всем пока!